Новые проекты и перспективы развития. Сегодня наместник старшиня был в Иконкам, а Владимир Прывалов наведал телерадио-компанию «Гомель». После огляда теле- и радиостудий отбылась встреча с коллективом, подчас которой каждый супрацовник, а не только корреспонденты, смогли задать гостю свои питания. Марина Джалая с подробностями. Телебачение не только кнопкой на пульте, а и докрананием до смартфона. Проекты и телепрограммы ТРК «Гомель» у прямой трансляции можно будет проглядать на интернет-платформе. Худкая перспектива, якая зробит контент больше доступным и зручным для всех глядачов. Это одна с тем, которую обмерковали разом с Владимиром Прываловым у студии. Сегодня формат, который мы обсуждали, в будущем позволит каждому пользователю, который имеет смартфон, в полной мере отслеживать ту информацию, которая расположена и располагается на информационном поле нашего телевидения, радиовещания и так далее. Это, конечно, будущее за телерадиокомпанией, потому что сегодня не хватает немножко той информации, которую ждут наши люди в нашем регионе. Поэтому в будущем это позволит наших людей правильно информировать и их объединить именно с нашей телерадиокомпанией. Не обмянули у целом информационный поток, який зараз, напередо дни выборов, отримал особливый характер. Фейки, деструктивные обросы и заклики, различные у большинства на молодь, штучное расхистывание громадства, провокации, часто социально-негативное блогерство, балансовать на таких хвалях складано. Меть упротивагу к этому свою трывалую и зрозумелую громадянскую позицию зараз особливо важна. Например, добро бачить ориентиры, на яких тримается наше життя. На жаль, они не для всех видовочные. Узять хотя бы медицину, якая у большинства бесплатная. Ситуация с коронавирусом показала, что не дарма у нашей краяне в советских часов захованы санитарно-эпидемиологичная служба и инфекционные отделения у больницах. Для боротьбы с COVID-19 у Гомельской области маються 365 аппаратов штучной вентиляции легких, свыше тысячи кислородных кропок. Вогулі за опошние пять месяцев у регионі по усіх показчиках знизилася смяродность. А за пять годов, лишь бы гибели дятей от внешних причин, зменшилися удвоян. У гэтым, означав Владимир Привалов, йоси заслуга журналистов телерадиокомпании «Гомель». Репортажи, программы, телепроекты, различные на профилактику несчастных выпадков, зауседы у медиаконтенте. До речи, по часу встречи пригучали и новые пропановы. Например, сделать рубрику, заснованную на вопросах телеглядача на юридическую тематику. А так же увеличить количество материалов про людей с обмежеванными махчимостями, чтобы громадство ставило себя для них больше лояльно и уважливо. Интересные были предложения в плане дальнейшей нашей работы именно по проектной деятельности. Мне очень понравились предложения по программам, которые связаны с людьми с ограниченными возможностями. Мне очень понравилось предложение, которое сегодня связано с оказанием услуг, юридических услуг населению. Это действительно актуально. И сегодня надо подумать, как нам сегодня предоставить эту площадку для того, чтобы любой человек мог позвонить и проконсультироваться у грамотного профессионального юриста. Шерах идей для телеосабления пропонувал и Владимир Прывалов. Например, дать махчимость юным талентам региона выступать у телеэфирах. Такие проекты можно на старте робить региональными, а потом масштабировать на всю страну. Более меркованы и иншие пропоновы, которые, спадеемся, худко перетвориться у цикавые и рейтинговые теле и радиопроекты. Марина Джала, Валерий Гапанько, теле радиокампания «Гомель».